Сплетни и разговоры за спиной других людей приносят вот такие беды, несчастья. Нужно отказаться от этого и раскаяться. Мусульманин, который сожалеет и искренне раскаивается, не повторяя подобное, очищается от грехов так же, как мыло очищает от грязи одежду. О сплетнях. Аллах говорит. Не подчиняйся тому, кто клянется, кто осуждает, обсуждает и разносит сплетни. Пророк, алейхиссаляту ассалям, также сказал, человек, который сплетничает, не войдет в рай. Однажды во время засухи пророк Муса, алейхиссалям, собрал людей и стал просить у Аллаха, святой на великой дождя. Но он остался без ответа и дождь не полил. Пророк Муса, алейхиссалям, просил вновь и вновь, но тщетно. Тогда к нему явился ангел и передал послание от Аллаха. «Тебе, Муса, и твоим сородичам я не пошлю дождь, потому как среди вас есть человек, который разносит сплетни». Он продолжает это делать и не раскаивается. Тогда Муса, алейхиссалям, сказал, скажи, кто это, и мы прогоним его. «О, Муса, я вам повелеваю, не разносите сплетни, не говорите друг за друга, не говорите друг у друга за спиной и скрывайте грехи друг друга. Злословие является запретным. Я не назову его имя, потому что это недозволено так же, как и сплетни». Вам нужно оставить его, и всем вместе раскаяться. Когда все раскаялись, Всевышний Аллах не спослал на них благодатный дождь. Напомню один случай. Однажды в базарный день торговец продавал раба. Цена была низкая. Тем, кто хотел его купить, он говорил, что у него есть один небольшой недостаток. Когда кто-то спросил, какой это недостаток, он ответил, что тот любит распространять сплетни. Покупатель посчитал этот недостаток пустячным и купил его. Через некоторое время этот раб пришел к жене своего хозяина и сказал ей, чтобы она взяла острый нож и пошла облить мужу голову. Она послушалась его и собралась идти. Раб пошел к мужу и сказал ему, что его жена идет убить его. Если он хочет проверить, то пусть притворится спящим. Муж притворился спящим, а жена подошла к нему с ножом. Муж встал, отобрал нож и убил ее. Узнав об этом, ее родственники убили мужа. Итак, оба рода, убивая представителей другого, долго враждовали между собой. Вот к чему приводят сплетни. Сплетни запретны, это является большим грехом. Былас Святой Новелик запретил нам этим заниматься. Еще рассказывают, что у одного человека умерла сестра. После похорон все вернулись домой. Брат, вспомнив, что из ее вещей что-то осталось, вернулся ночью к могиле и обнаружил, что она в огне. Вспугавшись, он прибежал к матери и спросил, чем занималась его сестра при жизни. Мать рассказала, что она была хорошим человеком, но у нее была одна плохая черта. По ночам она подслушивала под дверями разговоры соседей, а потом ходила и рассказывала другим обо всем, что услышала. «Когда она заслуживает этот огонь, — сказал брат. Сплетни и разговоры за спиной других людей приносят вот такие беды, несчастья. Мусульманин, который сожалеет и искренне раскаивается, не повторяя подобное, очищается от грехов так же, как мыло очищает от грязи одежду. Человек, который разносил сплетни и умер, не раскаившись, попадет в ад. «А лжи». Аллах Святой Невелик сказал, «Мы проклинаем лжецов». Посланник Аллаха Али-Иссаляту Ассалям говорит, «Тот, кто обманывает, пусть готовит себе место в аду». «Будьте честными и справедливыми. Это приводит только к хорошему, а хорошее деяние приводит в рай. Честного человека будут называть саддыком, как Абубакры. Отдаляйтесь от лжи. Отдаляйтесь от лжи. Вранью приводит только к плохим последствиям. И человек впадает в грех. Этого человека назовут лжецом в судный день. Сплетнику и лжецу следует искренне раскаяться и не возвращаться к подобному. Кто не раскается, тот будет обитателем ады. От Айшада будет доволен ею Аллах передается, что посланник Аллаха Али-Иссаляту Ассалям больше всего не любил лжецов. Лжец – нехороший человек. Того, кто не оставляет этот грех, называют «вайлюмляху», то есть ущельем ада. Расскажем о высокой степени честного человека. У одного достойного шейха спросили, «Как ты добился такого уважения и достиг высокой степени?» Он ответил, «Я всегда был честен, говорил только правду. Никогда не обманывал и не говорил ничего за спиной. За такую праведную жизнь Всевышний одарил меня». Некий праведник рассказывает, «Однажды я пахал землю, шел за быками с плугом. Один бык повернулся ко мне и сказал, «Эта работа не для тебя, не для этого ты рожден, ты должен быть занят другим». Испугавшись, я пришел домой и сказал матери, «Ради Аллаха, дай мне немного денег, мне надо отправиться учиться, то занятие не для меня. Разреши мне получить образование в Багдаде». Мать спросила у меня, «Почему я внезапно принял такое решение?» Я рассказал ей историю, произошедшую со мной. Тогда она заплакала и дала золото из доли наследства, полученного отцом от своих предков. Там было 80 динаров, мать дала мне половину, а остальное оставила для моего брата. Провожая меня, мать сказала, «Сынок, счастливой тебе дороги, неизвестно, доживу ли я до твоего возвращения». Она дала мне совет ни при каких обстоятельствах, как бы тяжело ни было, не врать, всегда говорить только правду. Я отправился в путь с группой людей, которые направились в Багдад. «По дороге нас остановила банда из 60 всадников. Грабители окружили нас и потребовали отдать им все. Один из них подошел ко мне и спросил, «Эй, бедалага, а у тебя есть что-нибудь?» Я вспомнил завет матери, не врать ни при каких обстоятельствах и сказал, что у меня есть золото. А где же оно? У меня в рубахе. Он мне не поверил и ушел. Потом подошел второй, ему я ответил так же. Я был подростком, видимо, они не поверили мне. Меня доставили к главарю, все сидели и делили награбленное на 60 человек. Лаварь Банды спросил, есть ли у меня ценности? Я ответил, что у меня есть 40 золотых динаров. Я ответил, что у меня есть 40 золотых динаров. Они были зашиты в рубаху, я снял ее, и они их увидели. Удивленный главарь спросил, что меня заставило признаться в этом. Я сказал, что мать просила меня, никогда не врать. Я не могу нарушить слово данной матери. Услышав это, главарь заплакал. Ты не предал мать. Ты не предал мать, а я столько лет этим занимаюсь и столько же лет предаю Аллаха. И он передо мной раскаялся. И он передо мной раскаялся. И вернули моим спутникам все, что было награблено. И он передо мной раскаялся. И он передо мной раскаялся. В последнее время, в обществе стало много лжи. Люди пытаются обмануть друг друга в торговле и в других делах. Земля не выдерживает тяжести этих грехов. Если спросите, в каких случаях обман допустим, ответ будет таков. Если нужно примирить поссорившихся супругов, наладить отношения с джамаатом и выиграть битву, мы всегда объясняем джамаату и в пятничный день, и в другие дни, что следует жить честно и без обмана, не сплетничать. Тогда будет барракат и в семье, и в работе, и в детях. Да дарует Аллах нам тауфик отказаться от запретного. Пусть одарит он на своей милостью на этом свете в Ахара, даст нам возможность умереть с иманом и избавит от трудностей. Да не лишит нас Аллах барраката, благодати праведников, и вместе с ними вознесет рай. Аминь. 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 Аминь.